Привет, ребята! В прошлом видео со строительным феном мы обещали расплавить Нокию 3310, если под видосом соберется 10 тысяч лайков. Вы легко преодолели эту отметку, поэтому мы сдержим свое слово и испытаем легендарную Нокию в этом видео. Обязательно смотрите до конца! Кроме того, у нас есть еще куча предметов, о которых вы просили в комментах и которые не попали в прошлый видос. Под горячую руку нашего фена уже попали киндер, оловок, кокос, чупа-чупс и много других предметов. Кто не видел, ссылки в описании. Ребята, как вы считаете, стоит продолжать эту тему? Если да, предлагайте свои варианты в комментарии, что еще можно проверить на прочность строительным феном. Перейдем к плавке и для начала расплавим миньона. Посмотрите на него, такое ощущение, что он догадывается о нашем зловещем плане. Как-то он вспотел. Миньон плавится уже 30 секунд, но пока серьезных изменений мы не видим. Спустя 2,5 минуты игрушка уже неузнаваема, но по форме он остался прежний. Довольно тугоплавкий пластик попался, стоит отдать должное производителям. А теперь перейдем к бумаге. Многие из вас просили сжечь фенобумагу. Что ж, я думаю для фена это не составит труда. Возьмем чистый лист формата А4 и начнем обдув. Примерно через 15 секунд бумага начала чернеть. А еще через 30 полностью прогорела. Ну, с бумагой все ясно, давайте попробуем прожечь картонную коробку. Она начала чернеть еще раньше, чем бумага. Странно, но картон прожигается намного быстрее. Уже через 30 секунд коробка неплохо так разгорелась. Двигаемся дальше. В комментах многие из вас просили сжечь чипсы. И мы решили, что это прикольная идея. Давайте проголосуем, сможет ли наш фен поджечь чипсы. Только честно, не подглядывайте. Я надеюсь, все успели проголосовать. Потому что пакет от чипсов уже начал плавиться. Верхние чипсы в пакете почернели. Но они по-прежнему не хотят загораться. Прошло еще минут 20 и никакого результата, кроме обугленных чипсов. Я понял, что поджечь не выйдет. Выключил камеру и стал искать, чтобы еще испытать. Мой друг в это время так увлекся жарить картошку, что у него наконец-то получилось их разжечь. К сожалению, момент возгорания на камеру не попал. Причем огонь распространился очень быстро и заполонил сразу весь пакет. Сгорели они так же быстро, как и загорелись. Чем дальше, тем интересней. Теперь давайте расплавим крипера, которого мы рисовали 3D-ручкой в одном из наших прошлых видео. Крипер поддался довольно быстро. Уже через 15 секунд нагрева у него отвалилась голова. А через минуту все было кончено. От крипера осталась лишь лужа из расплавленного пластика. Очень интересную идею предложили наши подписчики, а именно попробовать поджечь бенгальский огонь с помощью фена. Давайте проверим, хватит ли температуры фена. Иногда бенгальские огни сложно разжечь даже с помощью зажигалки. Мы греем бенгальскую свечу уже больше минуты. Она слегка почернела, но ничего не происходит. Прошло 2 минуты, остается последняя надежда. Мы вставляем свечу прямо в жерло фена. И она загорелась. Наконец-то. Вот вам и лайфхак к новому году. Что делать, если нет зажигалки, а поджечь бенгальские огни под бой курантов так необходимо? Да легко разогреть их строительным феном. Правда для этого под рукой должен оказаться строительный фен. В следующем мы испытаем пенопласт. Очень быстро все расплавилось. Давайте посмотрим еще раз в супер слоумо. Вот момент начала плавки. Пластик как будто просто исчезает. В никуда, даже без намека на дым. Может мы его телепортировали? А вот еще интересный предмет. Обычная лампочка накаливания. Также многие просили ее нагреть и проверить, взорвется ли она. Чтобы не смотреть почти 5 минут однообразных кадров, скажу сразу, сколько мы ее не грели, с ней ничего не произошло. Поэтому мы решили схитрить. Буквально несколько капель воды хватило, чтобы разогретая лампочка рассыпалась. Она откололась четко в том месте, куда попала вода. В следующем будет шарик с мукой. Для тех, кто ничего не успел увидеть, вот вам замедленная съемка. Как-то мука никуда не спешит. А еще многие подписчики просили расплавить банан. Выполняем! Быстро на кожуре появились черные пятна. Очень скоро кожура банана обуглилась, но дальше ничего не происходит. Поэтому раздеваем банан. Он дымится и выглядит как-то вареным. А запах очень приятный, так и хочется попробовать. Мы пойдем дальше и сделаем запеченный банан. Бананас также быстро почернел и взялся хрустящей корочкой. В некоторых местах он даже начал закипать. Вот такой результат вышел в итоге. Кстати, под сгоревшей шкуркой оказался вполне съедобный вареный банан. Итак, мы подошли к гвоздю нашей сегодняшней программы. Та-дам! Легендарная Nokia 3310 против строительного фена. Кстати, вы знали, что Nokia 3310 одна из самых удачных моделей телефонов в истории? Их было продано около 126 миллионов штук. Также интересно, что компания Nokia, кроме телефонов, производит еще шины для автомобилей. Как и фирма Pirelli. Но они не производят телефоны, а могли бы. А все потому, что Pirelli это итальянская фирма. А Италия имеет форму сапога. Поэтому мы спалим не Nokia, а сапог. Эээ, ладно, ладно, шучу. Да и хозяйке сапога вряд ли понравится такой ход событий. Для чистоты эксперимента мы будем звонить на телефон с ютуба и плавить его. Корпус уже начал деформироваться, но телефон продолжает упорно посылать сигнал вызова. Телефон плавится уже довольно долго. Но что это? Фен вспыхнул. Nokia просто так не сдается. Мы потушили фен и начали второй раунд противостояния. Телефон уже весь покореженный. Начинает виднеться плата, но звонок вызова продолжает поступать. Это невероятно. Вы можете поверить в то, что телефон способен звонить в таком состоянии? Все, телефон перестал подавать признаки жизни. Начал кипеть дисплей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще через некоторое время он отвалился. Что ж, Nokia 3310 достойно держалась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Думаю, если на оставшуюся плату припаять новый динамик и дисплей, то он будет работать. Напоминаю, что в каждом видео мы проводим небольшой конкурс, где победитель получит сигну от енота хайпа, а его имя попадет в следующий выпуск. Для участия нужно только поделиться этим видео в любой из соцсетей. Больше о хайпе вы сможете узнать из его инстаграма. Ребята, мы очень рассчитываем на вашу подписку и лайки. Всем хорошего дня и пока-пока! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова